У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление. Эту мысль в кабинете психолога пытаются донести каждому безработному. На курсах психологической помощи в Краснодарском центре занятости не только помогают разобраться, почему долгое время не получается найти работу. Здесь готовы к помощи и на случай массовых увольнений. Если вдруг пойдут повальные сокращения, в этом кабинете поддержат морально и научат, как правильно составлять резюме и общаться с работодателями так, чтобы у них не оставалось шансов отказать. Никогда не стоит писать через запятую несколько позиций. Допустим, бухгалтера, главного бухгалтера, экономиста. Этим вы как бы обесцениваете себя. Складывается впечатление, что вы не понимаете, чего вы хотите. В случае массовых сокращений предприятия обязаны сообщать об этом в центре занятости. На Кубани таких случаев пока единицы. Например, в Краснодаре о предстоящем сокращении штата биржи труда предупредили всего три компании. Да и в сравнении с кризисным 2009-м сейчас кубанцев на учете в региональных центрах занятости на 20% меньше. У меня не сокращение. Я просто переехал сюда с Украины. Ищу работу постоянно. Переехали с другого города. А у меня в своем городе специфическая работа была. Я 25 лет проработала на одном месте, но у меня тяжелое машиностроение, что в городе Краснодаре нет. Поэтому мне, конечно, тяжеловато сейчас что-то найти. Но я вот записалась на курсы профобучения, поэтому я думаю, что я найду работу. Я работал в области кладовщик, кондуктовщик, то есть набор по заявкам. А вот что касается предпочтений работодателей, то даже в кризисный 2015-й они ничуть не изменились. Самыми популярными остаются технические профессии – работа в сфере услуг, сервиса и в здравоохранении. Ну а сложнее всего, как обычно, гуманитария. Технические работники, я повторюсь, они востребованы сегодня как никогда. И вакансий в центре занятости их наибольшее количество. На сегодняшний день порядка 12 тысяч компаний заявили свои вакансии. Если мы посмотрим на количество наших безработных, то мы увидим, что предложение в разы превышает спрос. Всплеска безработицы на Кубани действительно не зафиксирована. Об этом на рабочей встрече Александру Ткачеву докладывает руководитель Краевого департамента труда. По словам Игоря Мелких, удалось сохранить уровень прошлого года. На учете в службах занятости региона сегодня 20,5 тысяч человек. Это самый низкий показатель среди регионов Южного федерального округа. Но это не повод расслабляться, говорит губернатор. Контроль над рынком труда необходимо усилить и еженедельно докладывать о ситуации. Ситуация сейчас на рынке труда непростая. И, конечно, в этот период времени, особый период, надо, конечно, в разы усилить работу по контролю над ситуацией на рынке труда. И, конечно, любой факт массового увольнения должен быть на контроле. И это повод для вашего департамента детально разобраться в ситуации, естественно, переговорить неоднократно с собственниками компании, сотрудниками. И в каждом конкретном случае, я считаю, должны быть приняты индивидуальные меры. Очень надеюсь, что вы справитесь. Никто не должен быть брошен на производство судьбы. Никто не должен чувствовать себя на Кубани лишним. Не для этого мы столько лет выстраивали в край эффективную достаточно работу экономики и всей социальной сферы, чтобы кризис мог все это в одночасье развалить. Ситуация на рынке труда стабильная. Мы имеем некоторый рост по сравнению с прошлым годом, количество безработных порядка 9%. Но в целом мониторинг еженедельный, который мы проводим, показывает, что пока роста количества уволенных в сравнении с прошлым годом не наблюдается. Уровень безработицы 0,8%. Но это ниже, чем в соседних территориях или в целом России? Да, это ниже. У нас самый низкий уровень в Южном федеральном округе. В целом по России 1,2% пока держится. Те, кто все же попал под вынужденное сокращение, сегодня как никогда нуждаются в помощи, заострил внимание откачев. И прежде всего, это зона ответственности краевой власти. На социальную поддержку кубанцев, оставшихся без работы, из федерального бюджета выделили 760 миллионов рублей. А уже в следующем месяце Кубань должна утвердить антикризисный план действий на рынке труда. Войдут в него и специальные программы переквалификации сотрудников. У нас, я знаю, что в крае работают несколько программ, которые очень эффективно сработали в 2008-2009 году. Вот кризис, который мы прошли, с минимальными потерями. Это программы переквалификации работающих, получения другой профессии. Насколько они будут в это время эффективны. Плотно работаем с предприятиями, опрашиваем собственников, руководителей, те, кто чувствует тревожные нотки и готов участвовать в этой программе. С тем, чтобы поддержать предприятие и вывести в режим опережающего обучения, там, где нужно повысить квалификацию персонала. Большинство таких курсов проходит прямо на предприятиях, куда в дальнейшем после обучения можно устроиться на работу. При этом спектр предлагаемых профессий настолько широк, что занятия по душе может найти каждый. В списке десятки специальностей – от повара-кондитера до штукатура. Главное, напоминают специалисты, не боятся перемен сферы деятельности.